В настоящее время, как вы знаете, и Всемирная Организация Здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию во всем мире. И мы уже давно работаем в режиме готовности к чрезвычайной ситуации. Поэтому для Всемирной Организации Здравоохранения сегодня утром ничего нового не произошло. Мы все знали, что рано или поздно это начнется и в Киргизской республике. Сегодня было выступление министра. Он всему миру объявил, что сегодня официально зарегистрирована в речь случая COVID-19 в Киргизской республике. Мы работаем в сестном сотрудничестве со всеми партнерами. Вчера вот буквально допоздна здесь работали. У нас уже готов план реагирования в чрезвычайной ситуации, межведомственный, межсекторальный план на следующие 12 месяцев. Мы уже давно начали подготовку медицинских специалистов. И сегодня в этой же аудитории мы будем проводить электронное обучение медицинских работников для службы первичной медико-санитарной помощи. То есть госпитальную службу мы уже подготовили, лабораторную службу подготовили. Наша задача обучать медицинских специалистов. В отношении работы со средствами массовой информации у нас тоже уже готов план. Мы с вами будем регулярно проводить работу, обучение специалистов. А также не только с вами, которые сейчас находятся в аудитории, а со всеми журналистами по всей стране. Это очень важный момент для нас, потому что мы с вами должны работать дружно и дружно. Надо давать информацию населению такую, чтобы она была, во-первых, правдивая, во-вторых, полезная. И в-третьих, она должна быть позитивная. Посмотрите, что делают ваши коллеги и мои коллеги в Италии, в Испании. Значит, они обучают население, как правильно вести себя в режиме чрезвычайной ситуации, как вести себя в режиме карантина. Потому что карантин — это не наказание, а самое лучшее средство защиты. Как вести себя в супермаркетах. И вообще, как вести себя в семье, где один член семьи уже заболел, а другие еще здоровые. Поэтому нам очень нужна ваша помощь. Материалы мы будем разрабатывать на трех языках. То есть на английском они будут разрабатываться нами. Потом мы будем переводить их на русский и кыргызский язык. И нам нужна ваша помощь. Если нужно распечатывать, пожалуйста, если нужны электронные версии, пожалуйста, нам нужна ваша помощь, чтобы связаться со всеми вашими коллегами по всей республике. Поэтому, если у вас есть контакты, ваших коллег по всем областям, не надо ждать, не надо на какую-то область только ориентироваться, пожалуйста, отправляйте по e-mail контакты ваших коллег, Алмазу Жумалийку, вот он здесь находится. Он готов принять все ваши пожелания и все контакты, потому что у нас должен быть один список, чтобы мы одновременно всем все отправляли. Мы сейчас работаем с пресс-службой правительства, с пресс-службой Министерства здравоохранения. Мы пытаемся им помочь, чтобы информация на веб-сайте Минздрава обновлялась на трех языках. Вот Нурбуль тоже член нашей команды, она не просто переводчица, она круглосуточно с нами работает, потому что та же информация, которая полезна для вас и для населения, она еще и полезна для наших международных партнеров. Как вы успели обратить внимание, веб-сайт Минздрава сейчас на трех языках находится, только нам нужно скоординированно и слаженно работать, чтобы мы друг друга не задерживали, а на трех языках информацию предоставляли. Пожалуйста, вопросы сразу вам скажу. Эти три случая, о которых сегодня министр докладывал, мы там не были, нас еще не приглашали, но мы тесно работаем с Министерством здравоохранения, мы предлагаем свою техническую помощь в проведении совместного расследования. Наши эксперты готовы, наше руководство готово. Мы вообще были готовы к такой ситуации. Руководство для лабораторных работников, для клиницистов, для эпидемиологов, все уже готово. Пожалуйста, у вас мало времени, мы готовы к вашим вопросам. А сколько были ли вы прошли обучения? Сейчас я вам скажу. Значит так, 100 лабораторных работников, мы подготовили лабораторные специалисты в Ужской области, и сколько, получается 20 человек. Значит, мы, у нас вообще-то в начале было только две лаборатории задействованы в подготовку. Значит, сегодня, по данным Министерства здравоохранения, мы вчера вот здесь поздно собирались, у нас такие планы. Две лаборатории в городе Бишкеки будут работать, одна лаборатория в городе Ож, и еще есть две мобильные лаборатории. Там установлено современное оборудование, и тесты уже имеются, так что они будут работать в всех местах, где транспортировка анализов будет затягиваться. Поэтому, фактически, получается, 5 лабораторий будут задействованы. 100 лабораторных работников инфекционистов. А лабораторных работников пока только 20. Но мы готовим еще больше специалистов, чтобы, когда кто-то будет дежурить, чтобы их заменять, чтобы люди не успели, чтобы успевали и работать, и отдохнуть. Мы продолжаем работу по подготовке специалистов. И уже начали подготовку специалистов в поликлиниках. Но это очень большой объем работы, вы можете себе представить. Но с сегодняшнего дня мы переходим на режим телеконференции, обучение по телемедицине. А как отличить, что у человека коронавирус? Вы знаете, в отличие от гриппа, при коронавирусе нет выделения из носа и нет чихания. А все остальные симптомы очень похожи. Высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание. Поэтому в любом случае надо оставаться дома и вызывать врача. Еще ни один врач не отказался. Все врачи готовы. А скажите, на сегодняшний день для проведения карантина по республике сколько она входит уже разъема? Вы знаете, этот вопрос нужно задавать Министерству здравоохранения. Потому что каждый день количество коек увеличивается. И я видела ваши видеорепортажи по больницам. Так что у вас информации больше, чем у нас. Но входит везде по Академии. А скажите, так теперь Кыргызстан должен вести себя по условиям и стандартам воздуха, потому что есть уже зафиксированные случаи коронавируса? Я думаю, насколько нам известно, сегодня будет принято решение на высоком уровне. Может быть оно уже принято. Мы просто сейчас, сегодня все об этом узнают. Будет принято решение, наверное, обведение в чрезвычайную ситуацию. Нам нужно просто получать информацию и расставить из достоверных источников. И поэтому нам нужно ориентироваться на один канал связи. Если сейчас в социальных сетях появляется неправильная информация, она всех везде будет смущать и создавать хаос. Скажите, пожалуйста. Для того, чтобы избежать панику, нам нужно работать совместно с вами, чтобы люди правильно понимали, что во время карантина надо находиться или дома, или не отказываться от госпитализации в отведенные места. Карантин продолжается 14 дней. И во время карантина врачи будут рекомендовать, кто должен быть в контакте, кто не должен быть в контакте с человеком, который находится в карантине. Врачи также будут рекомендовать меры предосторожности для членов семьи. Поэтому нужно получать только информацию от медицинских работников. Скажите, пожалуйста, с вашей стороны были ли рекомендации по поводу категории тех стран? У нас сначала было три категории, да? И сейчас выясняется, что из хаджа, которые вернулись, у них обнаружили коронавирус, которых отправили на домашний карантин. С вашей стороны на алгоритм действий какие рекомендации были правительству? Вообще Всемирная Организация Здравоохранения не запрещает путешествия. Каждая страна принимает свое собственное решение. Так же, как и в Германии, и в Италии. Это решение должно принимать правительство, а не гос. Но с вашей стороны какие-то рекомендации были? С нашей стороны рекомендации, значит, соблюдать карантин, активно выявлять связи тех, кто уже заболел, и правильно проводить лечение. Алгоритм это, получается, решение правительства? Мы работаем с Министерством здравоохранения. Как я сказала, мы им даем наши рекомендации, а они их на местах внедряют. Мы не можем везде находиться, мы должны работать соответственно. Вот именно в сельской местности, получается, как-то до людей нужно донести, чтобы от вас... Поэтому мы вас собрали. Для того, чтобы довести информацию как можно быстрее для людей повсеместно, независимо от городской или сельской местности, мы сейчас будем разрабатывать материалы для вас, журналистов, и будем просить вас, чтобы вы эту информацию доводили до каждого гражданина. А как вы поговорили про расследование с Крымской стороны? У нас есть рекомендации по расследованию, а команда Минздрава уже там находится. Мы сегодня встречаемся с Министерством здравоохранения и предложим помощь, потому что если случаев будет больше, мы должны проводить совместные расследования. И мы ничего не скрываем. Если какие-то материалы у нас будут, мы с вами будем делиться. То есть я правильно понимаю, что вы будете изучать случаи, как эти половинки с Крымской стороны оказались не под строгим карантином? Я не знаю, они находятся под строгим карантином или под нестрогим. Вы же видели, в других странах показывают в репортаже, когда человек не обязательно должен находиться на койке. Он может находиться и дома, и в больнице, и еще в каком-нибудь помещении. Только это условие карантина должно определять правительство, медицинские работники. А скажите, в Севастский район, Вы, если им какой-нибудь там помощь будете предоставлять? Мамский, к примеру, да, у жителям? Ассистент. Вот Вы сейчас сидите в масках, они абсолютно не нужны. Вообще, есть рекомендации ВОЗ поиспользованию масок. Поэтому маски должны одевать только те, у кого есть симптомы заболевания. Сейчас вот Ваши маски, они никакой роли не выполняют. Маски должны одевать только люди, которые болеют, и люди, которые оказывают медицинскую помощь больным. А то, что Вы сейчас находитесь в помещении и пытаетесь себя защитить маской, это абсолютно никакой роли не играет. То, что касается помощи. Вся помощь, которая поступает через международные организации, она сразу поступает в штаб и их там распределяют. Скажите, ввели вот в Сузакском районе режим чрезвычайной ситуации, да? Вам не кажется, что надо было ввести чрезвычайную ситуацию по всей области, Челобадской области? Кажется или не кажется, это, наверное, немножко неэтичный вопрос. Дело в том, что мы можем ответить на эти вопросы после того, как сами поедем и оценим ситуацию. А когда Вы планируете поехать? Это зависит от нашего совместного решения с Министерством здравоохранения. А инициативу кто должен поднять? Министерство здравоохранения? Конечно, у нас уже назначено на сегодня встречи. Вы же понимаете, все только ночью произошло. Все партнеры пока работают слаженно. Сегодня у нас будут встречи и с партнерами, и с Министерством здравоохранения. И, наверное, мы, наверное, к завтрашнему утру, наверное, какое-то произвелись опубликуем. Как так получилось, что у них все-таки не обнаружили вовремя коронавирус? Я не могу ответить на Ваш вопрос. Нас там не было. Скажите, отслеживает ли ВОЗ вот эти вот соблюдения стандартов, в частности, в экипировщем медикам? Потому что в соцсетях вылежало, потому что они недостаточно защищены. На сегодняшний день все медицинские работники имеют правильную информацию, как использовать средства индивидуальной защиты. Просто мы хотим предотвратить нерациональное использование средств индивидуальной защиты. Случаи начались только сегодня, а средства индивидуальной защиты начали использовать почти два месяца назад. Понимаете? Нам нужно быть рациональными. Мы находимся в условиях, когда весь мир страдает от нехватки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты. Поэтому, если мы не будем себя правильно вести, то тогда у нас не будет хватать. На сегодняшний день медицинские работники, которые работают в критических отделениях, они обеспечены. И, насколько нам известно, пока этих средств индивидуальной защиты хватает. Можно обозначить тесты? И продолжайте. Прежде чем вы зададите вопрос, я хочу уточнить. Мы не работаем в Министерстве здравоохранения, мы им помогаем. И мы иногда, вы информацию получаете раньше, чем мы. Вот как сегодня министр выступил рано утром, он просто хотел, чтобы все получили одинаковую информацию. Во всем мире не хватает средств, во всем мире не хватает средств индивидуальной защиты, но люди как-то пытаются выйти из этого положения. Поэтому, пока только три случая зарегистрированы, ажиотажа нет, их состояние удовлетворительное, как сказал министр. Дальше мы будем работать совместно. А каковы прогнозы, вот, если три случая уже есть, вот, как могут развиваться? Опыт других стран показывает, что когда заболевание попадает, заболевание начинается в одной стране, спуска заболевания растет в ближайшие два месяца, обычно бывает подъем заболеваемости, а потом наступает спад. Но все зависит от того, как правильно случаи расследуются, диагностизуются и лечатся. А какого-то определенного алгоритма, какой-то общего для всех стран нет. Наша миссия ВОЗ два раза побывала в Китае и в Италии. И вчера они сделали нам дебрифинг. Оказывается, что нет никакой тенденции общей, которую можно вычислить, в какой стране будет рост или спад заболеваемости. Погода не влияет, пол и возраст людей не влияет. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Можно статистику общую? Какая ситуация? Вот мы вам подготовили отчет. Правда, на английском языке мы не успеваем делать. А срочке, основном? Пожалуйста, глобально на вчерашнее число зарегистрировано 179 112 подтвержденных случаев. Смертных случаев более 7 7 426, из них 475 случаев за предыдущую ночь, где зарегистрировано. И есть информация по шести регионам. Мы относимся к европейскому региону. В нашем регионе зарегистрировано более 64 тысяч случаев, из них 3 тысячи случаев смертности. В основном это в Италии. Информация здесь вот распечатана, даже вот есть карта региона, где заболеваемость выше или ниже. Вот, пожалуйста, мы сейчас сюда положим. Информация на русском языке такая же, тоже готова, только за предыдущие сутки. Скажите, пожалуйста, у нас будут вакцины против коронавируса или лекарства для лечения? И тесты достаточно ли в Крымстане? Вакцина, работа над вакциной ведется, но вакцина будет готова через 2-3 года. Поэтому никто не может обещать, что вакцина будет готова, и все получат, все страны получат одновременно вакцину.